Всем добрый день! Сегодняшнее видео у меня посвящено пустым баночкам от мамочки Давайте я вам расскажу что мы использовали с дочей что нам понравилось что нам не понравилось Давайте начнем с влажных салфеток Последнее время мы покупали салфетки влажные от даже не знаю что это такое но по-моему мы их покупали в магните даже по-моему фирмы нет очень странно и влажные салфетки Маша и Медведь так, ну если ваш ребенок уже довольно-таки большой ну может быть от года и больше то вам подойдут уже практически любые салфетки а если он поменьше то я бы конечно данные салфетки не совсем рекомендовала в принципе они неплохие у нас не было ни раздражения ничего от этих салфеток они хорошо оттеряют и фломастеры с рук ну в принципе все нормально они оттеряют все хорошо но мне они показались немного суховатыми вот особенно вот эти вот салфетки немножко суховатые и и и такой вот материал такой немножко не скажу что он грубоватый но есть салфетки с более мягким материалом вот но в целом мы их покупаем будем покупать нам они подходят там после песочницы после больницы после еды вытеряем ротик все в порядке эти и эти нормальные но мне из этих понравились вот чем-то больше понравились Маша и Медведь мне кажется они более нежные а так мы покупаем салфетки которые есть по скидке в магазине думаю как и многие мамочки так что же у нас еще закончилось это вот детский шампунь с ромашкой покажу сразу всю серию это у нас от Грин Мамы Грин Мама считается ну якобы натуральная косметика и без каких-то там парабенов все у них натуральное и бла-бла-бла ну не знаю насколько это правда но данные средства нам с малышом очень понравились использовали мы их когда были маленькие совсем ну вот когда уже выросли они у нас и закончились детский шампунь с ромашкой очень нежный приятно пахнет хорошо очищает не вызывает от раздражений очень понравился детский крем с чередой он тоже успокаивает нежный гладкий ну конечно вот наносить на себя я тоже пробовала его наносить но немножко не подружилась потому что все детские крема все-таки они являются защитными и ложатся на кожу пленочкой ну потому что так надо для детей у них еще не сформировался свой защитный барьер и как раз для этого и нужен детский крем а вот для взрослых ну вот на себе мне данный крем не очень понравилось ощущать ну конечно же я пробовала я обычно все пробую стараюсь пробовать все что покупаю своей доченьке так и эмульсия для купания ну это у нас уже с чередой овсяное молочко а шампунь у нас с ромашкой ну если честно я шампунем мыла и голову и тело у ребенка и эмульсия для купания мыла и голову и тело тут по настроению немножко запах отличается но консистенция приятная легкая нам все понравилось доченькой понравилось так следующее средство у нас идет вот такое мое солнышко это у нас присыпка крем от апрелостей раньше мы покупали крем для подгузник от ушастого няни он был такой жирный ну его наверное на лето было не очень хорошо использовать но как-то мы его сразу при рождении ребенка купили и почему-то все пользовались использовать в принципе он никаких раздражений не вызывал у нас но что-то было не то конечно а присыпкой мне по крайней мере пользоваться не очень удобно было как-то пришли в магазин того крема не оказалось и я присмотрела вот такой крем мое солнышко и вот когда я его купила я подумала о боже мой где я была раньше мне он так понравился это вот реально присыпка крем то есть вы наносите на попку малыша а он он у вас как будто бы вот там потом такой становится матовый уже похожий на присыпочку ну вот такой вот но в целом хочу сказать что если у вас кожа у малыша сухая то конечно же надо наносить просто крем для пангузников если кожа влажная и сырая ну это в зависимости от времени года и тому подобное то конечно лучше использовать присыпку вот сейчас ну сейчас мы уже отходим от подгузников но буквально там два месяца назад мы вот использовали очень нам понравился вот такой крем сейчас мы его используем ну на ночь под подгузник очень нравится попочка хорошая сухая ну все отлично так потом еще от моего солнышка нам очень понравилось мыло оно с авокадо с маслом авокадо не сушит кожу да действительно оно не сушит кожу хорошо очищает руки оно имеет такую водянистую консистенцию зеленое приятное ну в целом мне понравилось теперь сама мою руки таким мыло купили мы еще бутылочку даже больше чем это и всей семьей моем ручки очень понравилось мыть так ну так в основном больше ничего не осталось из подобных средств теперь давайте перейдем к лекарственным средствам закончился у нас нурофенчик да он нам хорошо снимает температуру но так у нас температура как таковое ну мы не часто болеем но вот пару раз температура какая же нам была нурофенчик с этим справлялся на ура нам он помогал данные средства которые я буду показывать нам все прописал врач поэтому никакой отсебятины у меня не будет так амбробене это нам мы принимали при кашле как раз пошли в садик и на у нас появился кашель в начале сухой амбробене вот как раз нужен для вывода ну то есть из того чтобы сухой кашель перешел во влажный и в отхаркивающий чтобы все у нас ну у ребенка все вышло из легких амбробене мне показалось что справился когда первый раз мы его пили как только в садик пошли он у нас все хорошо все ребенок откашливался все было отлично но вот когда второй раз ребенок уже закашлял в садике почему-то амбробене нам ну вот никак не помогало нам прописали еще клен бутеролу это тоже от кашля а после амбробене мы его пропили пили наверное неделю но кашель у нас прошел ну какого-то вот сразу выпил и сразу стало лучше нет вот этого у нас такого не было может быть просто пришло время поправиться может быть и сиропчик такой помог ну кстати оба они вкусные у меня ребенок почему-то всегда открывала ротик и просила чтобы едали такого сиропа так что же еще а вот энтерофурил это у нас когда-то был поносик у ребенка у нас почему-то вот эта больная тема энтерофурил ну в принципе помогает он по-моему банановый какой-то желтенький вкусный ну тоже я его немножко лизнула чтобы проверить какой он на вкус как я уже и говорила я стараюсь все пробовать что ребенку назначают вот энтерофурил мне кажется нам помог ну конечно в комплексе там с другими средствами препаратами он нам помог он по-моему даже отпускается без рецепта врача но все равно если у ваших деток поносят или еще что-то то в первую очередь надо идти ко врачу так от сопелек мы принимали називин это по-моему даже еще до года називинчик мы его после года и не принимали вот недавно начался насморк и решили добить баночку так как срок годности был нормальный то мы его добили а в целом називинчик у нас справился ну нормально справился то есть опять же первый насморк он у нас хорошо вылечил а вот уже когда на второй раз насморк вот мы были в садике он что-то у нас не очень хорошо справился поэтому лечим сейчас насморк другими средствами так из лекарственных препаратов у нас все теперь расскажу чем мы играли и что уже пора выкидывать так очень хочу похвалить вот такую серию книжек это я заказывала на симолэнде это серия книг набор 6 книг от года до 2 есть еще такие наборы от 2 до 3 мы уже приобрели с дочкой и по-моему вот раньше не знала но по-моему есть книги такие еще до года там 6 тоненьких книг вот с таким зайчиком главный герой зайчик там и считать и рисовать найти отличия большой-маленький потом каждая картинка сопровождается какими-то стишками там подсказки для родителей на что обратить внимание там покажи глазки покажи ручки где там котеночек ребенок читала у меня все смотрела показывала потом рвала играла клеила сюда ну короче уже книжки пришли непригодность уже неинтересно пора выкидывать сейчас у нас уже есть другие книжки по-моему это все потом еще заказывала на Симоленде это уже было у нас практически недавно вот подобные книжки с наклейками стоят дешево но зато сколько радости приносят ребенку потому что они с наклеечками у меня вначале ребенок наклеивал наклейки потом отдирала наклейки потом куда-то переклеивала ну конечно они немногоразовые может быть здесь где-то и вон написано что они многоразовые но они рвутся оттираются вот липкость остается пленочка отдирается ну короче так себе но по цене данные наклейки и книжки очень красочные веселые у меня ребенок очень любит разноцветные книжки там их и кидать играть можно показывать что за лошадь сколько яблок отлично тут она уже именно игралась остальные наверное книжки уже вообще пришли непригодность потом показывать оторви там ей попугая да улиточку ну вот так вот мы все играем тоже нравится книжечки выкидывать но в целом подобные книжки с наклейками рекомендую всем потом вот очень рекомендую нам по крайней мере они понравились вот это книжки аппликации очень удобно тоже это набор книжек с аппликациями был в каждой книжке попом 4 аппликации у меня ребенок с удовольствием все клеила мне очень все нравится нам сейчас 2,5 вот в этой книжечке очень интересно то что вот знаете вот тут было 2 листа где надо было вырезать подобных зверей и вот есть специальные места куда это все клеить то есть бывают другие книжки где просто надо вырезать и потом клеить непонятно куда ну то есть альбомный лист или еще куда-то а в этих книжках уже специально есть места вот формы что куда клеить это немножко попроще если у вас ребенок только начинает там что-то клеить то конечно советую вот именно такие книжки не так все хорошо у меня клеит очень я полюбила клеить тут книжка а вот серия у нас вот такая из девяти получается книжек мы тут уже все склеили что-то у нас уже куда-то делось куда-то мы все выкинули да вот уточка ну что легко что просто я вырезаю а дочь у меня все клеит все супер данной книжке я рекомендую так ну на этом у меня пустые баночки от мамочки закончились всем спасибо за внимание всем пока-пока субтитры